Троицкая, 25. Еще один трагический адрес Одессы. Уже год, как над руинами здания, нависла зловещая тишина. Этот фасад стал памятником жуткой халатности, постоянного перекладывания ответственности. И вот этого, знаете, традиционного нет-нет, с нами такого не произойдет. Уцелевшие стены помнят крики и мольбы о помощи. Помнят, как отчаявшиеся дождаться спасения прыгали вниз из окон и помнят имена погибших. Их 16. Есть еще 4 имени тех, кого следствие считает виновниками этой трагедии. И вот спустя год, казалось бы, достаточный срок, суд своего приговора так и не вынес. И похоже на то, что сделает это не скоро. Год назад в это время здесь выли сирены, пожарные спешно раскатывали рукава, спасали, погибали и надеялись на чудо. Сегодня цветы, молитвы, траурные фотографии и надежда на справедливость. Родители Ксении Бабенко здесь нечасто. Ехать из Килийского района далековато, но пропустить годовщину не могли. Отец и мать говорят, что не смогут смириться с этой потерей никогда. Никто не наказан до сих пор. Никто не наказан за то, что сделано с нашими детьми. Мы доверили своих детей. Назад их не получили. Конечно, мы не можем успокоиться. Мы не успокоимся всю жизнь. Всю жизнь мы не успокоимся. Мы не верим в то, что произошло. Просто не можем в это поверить. Вот мы приходим сюда, но мы не можем поверить, что в таком большом городе. В 10 часов утра на глазах у всех могли погибать дети, выпадать из окон. В 10 часов они только сюда приехали. Мы приехали в группу, где Ксюшенька училась. В 10 часов они только сюда прибыли. И в 10.15 она уже позвонила и сказала, что здесь большой пожар. За 15 минут неужели такое могло произойти? Не было кому оказать помощи. Родителям и в голову не могло прийти, что дочь учится в колледже, где полно нарушений противопожарной безопасности. К тому же старшая дочь закончила этот же колледж успешно. Почтить память погибших студентов пришли их сокурсники и друзья. Молодежь теперь многое осмыслила. Говорят, что даже не знали, как себя тогда вести. Некоторые сожалеют о том, что не успели никого спасти. Мы были на другом корпусе, на Терешковой диванской. И там у нас были пожарные тревоги и не раз. То есть нам показывали, как выбегать, куда, что, где. И просто здесь мы не знали. Я даже себя как-то виню, потому что я был, значит, на пятом этаже. Почему я, допустим, даже не пробежал дальше, чтобы спросить, кто остался. Потому что я как бы сам по себе дяденька большой. Я бы кого-то вытянул. То есть взял за руку и повел бы. То есть если бы он упал, я бы все равно его волочил. То есть четвертый, пятый этаж. Среди скорбящих были и коллеги Сергея Шатохина. С именем этого пожарного связана одновременная история спасения и гибели. Сергей поднимался по лестнице на разведку, когда на него упала прыгнувшая из окна студентка. Оба оказались в реанимации. Девушка выжила, а Сергей спустя два дня, не выходя из комы, умер. Прощались с героем в Свято-Преображенском соборе. Позже, 28 января, Сергею и преподавателю колледжа Анне Бартюк, которая трижды заходила в горящее здание, присвоит звание Герой Украины посмертно. Их семьи получат награды из рук президента только в июле. Коллеги Сергея говорят, что даже первая новость о серьезной травме спасателя очень всех расстроила. Видно было по коллегам, все были унылые. Вообще все. То есть не только с нашей части, с других частей. Все просто были в шоке, что такое случилось. Но никто даже не мог подумать, что все вот так, конечно, закончится. Думали, ну там травма, все. Потому что потом через некоторое время еще наши парни попали под завал. Но там, слава богу, обошлось все. Тяжело, тяжело. Я же говорю, мы все приезжали, и потом уже, когда просто на разборы, тоже было тяжело. Все это вспоминали постоянно. Как бы могло быть. Ну, то есть все по-другому. А это Алексей. Ровно год назад он был в отпуске, и Сергей заменил его на должности начальника караула. В тот роковой день Алексей зашел коллегам в часть. Шутили, смеялись, и вдруг тревога. Как только стало понятно, что пожар серьезный, Алексей и сам решил поехать чем-то помочь. Но не знал, что увидит фактически последние часы жизни Сергея Шатохина. Игорь Шук, директор Америки. Положили его сразу на ноши и внесли до дороги. Там дещо подривался. Была надея, что он просто забил. Забил там чи руку, чи ногу, чи спину. Что все было хорошо. Он поднимался, но на свое имя он не реагировал. Он ударился головой. Началась сильная гематома. Гематома расповсюдживалась швидко. До последнего момента мы сподевались, что Сергей выйдет, и все будет хорошо. Поспілкуемся с ним. Все будет как всегда. 7 декабря пожарным сообщили, что Сергей Шатохин больше на боевое дежурство не заступит. Его теперь он несет на небе. Днями позже итоги трагедии стали ужасающими. В огне погибли 5 студентов, 6 работников колледжа и 5 сотрудников Института морской биологии, включая его директора, известного ученого Бориса Александрова. 31 человек оказался травмирован. Начавшееся расследование установило, что нарушения в здании были буквально на каждом углу. Много пластика, горючая вагонка, загроможденные пути эвакуации и даже запертые двери пожарного выхода. Здание было старым. Дом Освадурова 1914 года постройки. Перекрытия были не из бетона, а так называемая дранка. Она прогорела и все этажи рухнули вниз один за другим, не оставляя шанса тем, кто мог бы найти убежище от огня. На скаме подсудимых оказались 4 человека. Директор колледжа Любовь Кочерга, завхоз Татьяна Фомич, бывший замдиректора Андрей Хаецкий и преподаватель Ирина Таранова. В кабинете последней, по версии следствия, начался пожар. По злой иронии, очередное заседание прошло именно 4 декабря и как прошлое окончилось безрезультатно. Директор Любовь Кочерга оказалась на самоизоляции из-за ковида у дочки. Потерпевшие считают, что защита обвиняемых затягивает дело и даже опровергает заявление директора. Дочь не проживает с кочергой в одной квартире, они проживают совершенно в разных местах. То есть, по моему мнению, это действительно совершенно необоснованное. По большому счету, это проявление неуважения ко всем участникам процесса и к председательствующим. Это затягивание, попытка нас вымотать, чтобы мы успокоились и прекратили вообще ходить на все эти заседания и что-либо предпринимать. Но мы этого не оставим. Ни я, ни вот родители Ксюшины, Катины, мы не оставим. Мы потеряли детей. А вот адвокаты обвиняемых говорят, что процесс не затягивают и просят считаться с их загрузкой. Когда было последнее заседание, судья не объяснил, чи можем мы прийти, чи не можем. Например, у меня сегодня было 4 заседания, и я встегла на это заседание только потому, что у меня отклалось это заседание. И то, я подошла к суду и говорю, я могу затриматься, но в адвокате обвиняемых судовое заседание сегодня в Ивано-Франківске. Адвокат в нос напомнила, что следствие, по ее мнению, не предоставило серьезных доказательств вины Хаецкого. Она говорит, что обвинение строится на обычной распечатке с флешки. По мнению многих экспертов и журналистов, расследователь между трагедиями Виктории, Токио Стар и колледжа напрашиваются явные параллели. Точная причина пожара окончательно не названа. Десятки пострадавших и сотни свидетелей. И везде защита настаивает на дополнительных исследований, что требует затрат времени. Пострадавшие, конечно же, говорят о затягивании и попытке избежать наказания. Юристы утверждают, что в таких делах очень спешит следствие. И, как правило, устранять ошибки следователей приходится уже в суде. И не факт, что после этого имена обвиняемых останутся прежними. Потому и получается, что ни одно из этих трагических дел не доведено пока до конца. Когда это произойдет, никто прогнозировать не берется.